Всем привет, дорогие друзья! Говорим сегодня про OnePlus Ace Pro, он же OnePlus 10T, он же очередной OnePlus, покусанный, оппа! Чем интересен этот телефон? Компания обещает, что это самый лучший OnePlus для игр, и это самый быстро заряжающийся OnePlus в истории. Эти и многие другие вещи будем проверять, как говорится, и в хвост, и в гриву. Поехали! Посмотрите, с чем мы имеем дело. Здесь интересна камера основная с автостабом, быстрая зарядка, Snapdragon 8 Plus, Gen 1, экран 120-герцовый с быстрым тачем, стерео, и много памяти в базе. Выглядит все это довольно интересно. А знаете, что еще интересно? Скидки более 30% на смартфоны Vivo по специальному промокоду BLACKFRIDAY. Переходите по ссылке в описании и смотрите на приятные цены не только на популярные модели, но и на новинки, в числе которых отмечу новый Vivo V25E, младшая модель новой V25 серии, с ультрачувствительной камерой на 64 Мп, 44-ваттной быстрой зарядкой, гибридной стабилизацией и корпусом из фотохромного стекла. Модель Vivo T1 с продвинутым чипом Snapdragon 680, 44-ваттной зарядкой Flash Charge, а также 6 гигабайтами оперативной памяти с возможностью расширения на 2 гигабайта. И, конечно, Vivo Y35 с объемом памяти до 128 гигабайт, чипом Snapdragon 680, дисплеем с высокой частотой 90 Гц и Android 12. Акция действует до 28 ноября в официальном интернет-магазине Vivo. И, кстати, при онлайн-оплате на офсайте дополнительная скидка составит 5% на избранные модели. Выбрать свежий Vivo для себя вы можете по ссылке в описании. А почему у этого телефона два названия? OnePlus Ace Pro и OnePlus 10T? Все очень просто. OnePlus Ace Pro это название для китайского рынка. OnePlus 10T это название для западного рынка. А само по себе это устройство одинаковое. Вот это OnePlus Ace Pro и он же 10T. Вот такой он. Но не все так просто, друзья. У них все-таки есть пара отличий. Первое. Посмотрите на комплектацию OnePlus 10T. Зарядка, кабель, есть защитная пленка прямо на стекле, документация, иголка, извлечение, сим-молотка. Не хватает чехла. Чехол, друзья, зажали для глобальной версии. У глобалок, то есть у 10T, вот таких вот, нет чехла в комплекте. А у Ace Pro для Китая есть чехол в комплекте. И это очень важное отличие на самом деле. Второе отличие. Разные прошивки. У OnePlus Ace Pro Color OS, а у 10T Oxygen OS. На самом деле между ними очень мало отличий. По сути, ну вот название отличается, да. Color OS более китай-ориентированное. Но ею можно пользоваться и у нас в России. У Color OS для Китая есть русский язык из коробки. И это касается вообще всех смартфонов бренда ББК, которые продаются в Китае. У них всех есть русский язык из коробки. Realme, Vivo, Oppo, OnePlus, IQ. У них у всех русский язык. У китайских. Что еще важно знать про Ace Pro, про китайский. У него все есть бенды, которые нам нужны. 1, 3, 7, 8, 20, да. Они все есть. 20-й есть. Хотя мне кажется, важность 20-го бенда переоценена. Какой-то миф такой. Я не знаю, почему все на него как бы фапают. Ну и у китайских прошивок, конечно же, есть сертификация Google. Ставите Play Market, АПКшечку и пользуйтесь просто как обычным Android. Есть жалобы на то, что у китайских прошивок проблемы с уведомлениями. Но на самом деле, если все настроить правильно, по уму дать все разрешения, проблем не будет. Говорю это как владелец, пользователь, активный. Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi Mix Fold 2, Realme GT 2 Master Explorer, Vivo X Fold Plus. Все настраиваешь и получаешь уведомления. То есть вы можете купить китайский OnePlus S Pro, оставить там ColorOS из коробки и пользоваться нормально. А можете взять S Pro и прошить его на Oxygen OS. Эти прошивки взаимозаменяемые. Можете на 10T накатить ColorOS. Можете на S Pro накатить Oxygen. Ну, вкусовщина, вот так скажу. Но на мой взгляд, по моим ощущениям, в Oxygen OS современный. Нет ничего такого, ради чего ее стоило бы стабить. Потому что все-таки в основе современной OnePlus'ы, они идут на Color. И поэтому логичнее все-таки пользоваться Color, где оперативное обновление, где оперативные фиксы. И больше внимания все-таки именно китайцев, которые ими пользуются. А вот кто пользуется 10T? Вот скажите. Их в Китае разработали, да, глобально куда-то как-то вкинули. Но прошивки-то китайцы не пользуются, а они за нее отвечают. И в итоге мы имеем то, что имеем. О чем имеем, вы узнаете чуть позже. Вот этот OnePlus 10T я заказал на Алишке. Когда я его оформлял, на него была какая-то космическая просто цена. Около 55 тысяч рублей. Вот реально первые партии, они продавались по такой цене. Он у меня очень давно находится. Сейчас цена на него сильно упала. Прям сильно упала. Сколько он стоит вот в конкретный момент времени, когда вы смотрите ролик, вы можете узнать по ссылке в описании. И, кстати, про этот же магазин на Алишке. Я там заказывал вот этот вот OnePlus Nord N20 SE. Видите, такой девайс. Видеообзора по нему не будет. Сделаем текстовый обзор. И ссылку, как выйдет текстовый обзор, я дам в описании. С зарядками тоже интересная история. Батарейка здесь на 4800 мАч. Зарядка при этом, ну, блок питания 160 Вт. Он идет такой и в Китай, и в Европу, и в США. 160 Вт. Но при этом технология заряда в Китае и в Европе 150 Вт. Супервук. Но в США 125 Вт от того же блока питания. По-моему, OnePlus несколько запуталась. Что здесь как происходит, непонятно. Короче, я не стал в этом особо разбираться. Почему у них такая ватность там прыгает? Я зарядил этот телефон, и у меня получилось 20 минут. И это очень быстро, и это очень хорошо, очень классно. И автономка тоже меня никаких вопросов не вызвала. Перед вами сейчас цифры, которые я получил в своих замерах, в некоторых сценариях. В целом он работает 6-7 часов экрана. И это для него вообще не проблема. Можете больше выжать, если будете экономить заряд. Я экономить заряд не люблю. Для меня 6-7 часов это очень ок. Про дизайн телефона говорить особо нечего. В нем угадывается не то OnePlus, и вот последний. Не то опа, у них там все смешалось. И получаются вот такие вот гибриды с гигантскими блоками камер. Такими вот внушительными, за которыми мало что стоит. Забегая вперед, скажу. Вот. Этот телефон предлагается в двух цветах. В зелененьком, таком глянцевом. И в черном, матовом. Причем здесь текстура очень забавная такая. Вам издалека может показаться, что он такой блестящий какой-то. Ну, какой-то, я не знаю. Какой он, Денис, издалека? Шершавый. Шершавый. Вот издалека он какой-то шершавый блестящий, наверное, да? На улице под солнцем он вообще прям блестит сильно. Но, когда ты в него всматриваешься, у него вертикальные борозды такие. Или продольные, можно сказать, борозды. А когда на солнце на него всматриваешь, такое ощущение, что вот эта вот спинка, она сделана на 3D принтере каком-то китайском. Не очень качественном. Смотрится очень странно, но неплохо. Вот, неплохо. Просто необычно, вот как-то необычненько, шершавенько, да. Ставь лайк, если нравится такой звук. А если не нравится, ставь дизлайк, все равно его не видно. Рамка пластиковая. Не всегда, кстати, смотрится она как пластик. Ну, неплохо так поработали. Спинка заявлялась как стеклянная. Но конкретно вот с этим цветовым решением, ну, непонятно. Ну, ладно, будем верить, что как бы стекло, да? Пусть будет стекло. По расположению элементов все стандартно для OPPO, но для OnePlus'а нет. Здесь нет тумблера переключения аудиорежимов. И это, конечно, сразу лютый неут я ставлю инженером. И особенно я ставлю огромный жирный неут им за то, что они нелепые отмазки придумывают. Почему у них там нет тумблера? То места не хватило у них под маленький рычажок, то, знаете, как-то охлаждению мешает. Кнопка питания, качелька громкости на удобной высоте, а вот сканер пальца на неудобной высоте, слишком низко к нижнему торцу. Причем у последних смартфонов BBK, кажется, сканеры начали приподнимать. Вроде у Realme GT2 Master Explorer повыше, у Vivo вот повыше, а тут вот что-то пока низковато. Ну, наверное, в следующем поколении как-то здесь справят. Звук стерео, мультимедийный динамик плюс голосовой динамик. Стереопара, она по громкости очень даже неплоха, и видео смотреть, и игры, и музыку слушать. Но именно по качеству проработки уступает и Xiaomi 12X, и, конечно, Vivo X Fold Plus. Ну, просто громко, да, но не очень качественно. Ну вот, оцените стерео. Ну, стерео есть, да, но прям конкретно такая полуторка. Ну, как я уже сказал, громко, но не очень качественно. И крышечка немножко вибрирует. И вот это верхнее отверстие практически вообще ничего не дает. Таптик-энжин есть, ну, типа линейный вибромоторчик, даже целый раздел. Можно регулировать интенсивность здесь. И демку даже предусмотрели. Вот демка так выглядит. Звучит это лучше, чем ощущается, так скажу. Вроде бы эффекты какие-то есть, но после Xiaomi бедновато. Причем в демке самоэффектов гораздо больше, чем в самой системе. То есть, не доработали как-то. Лоток SIM принимает только две SIM-карты. Карта памяти не поддерживается. Но, к счастью, здесь есть даже версия на 512 гигабайт. И стоит она, кстати, относительно недорого. Поэтому берите 512, если хотите. Корпус на самом деле вот странный. Он в отдельных каких-то моментах кажется очень удобным. Скругленный. Не сильно скользкий, потому что вот конкретно он шершавый, да, здесь. Легкий. Но держать его неудобно. Он все равно почему-то норовит у тебя из руки куда-то сползти и упасть. И поэтому я дико осуждаю то, что чехол у 10T вынули. А владельцы Espro в шоколаде остались. Завидую вам немножко. Про экран давайте поговорим подробнее. Посмотрите на спецификации. Вот такие они. Ну, такие средние, хорошие, неплохие. И высокая герцовка, и тач быстрый, заявляется. И знаете, все бы ничего, если бы это все работало. Хотя бы, как вот заявляют, да. Здесь динамическая частота. 60, 90, 120, заявляется. Работает она через пень-колоду. Это такая жесть вообще, что здесь герцовка вытворяется. Вообще здесь два режима по герцовке. 60 и 120. Но эти 120 надо читать как авто до 120. По факту, друзья, при активной опции 120 у вас будет 60 герц, например, в фирменной галерее, в Google Фото. Даже в YouTube, вот где список видео, будет 60. Ну, к счастью, в телеге хотя бы 120. 90 герц я видел только в одном приложении, в хроме. Но какого фига в хроме 90 герц? Почему не 120? Там же прокрутка, типа, нужна. Мы же читаем, типа, пролистываем странички, да. Пикабу, там, вот это все. Мобилтелефон, например, читаем же обзоры, да. Почему 90 здесь только ограничение стоит? В общем, очень печальненько. И с играми тоже есть нюансы по герцовке. Об этом мы позже поговорим. Еще, кстати, смешно. В клаве 60 герц. Ты вроде листаешь вот настройки, у тебя они 120. Нажимаешь поиск, клавиатуру, типа, набираешь. У тебя 60 становится. И ты чувствуешь, как плавность, она несколько подснизилась. Несколько режимов цветопередачи, 4 штуки, если быть точнее. Но вот какой-то идеальный я для себя не нашел. То есть, один синий, слишком другой желтит. Третий тоже как-то желтит. Четвертый, вроде, тоже еще немного синий. Приходится регулировать баланс белый. Тогда как-то более-менее становится. В общем, по настройкам дисплея придется вам поиграться с ползунками. Компания OnePlus была одной из первых, кто применил опцию DC Dimming. В лаборатории он там был. И одна из первых компаний, которая от DC Dimming отказалась. То есть, первооткрыватели. Первозакрыватели? Да. Осуждаем в очередной раз, короче. И шим, он достаточно низкий. В пределах 170% яркости. А дальше он там, мяу, в космос, там 100 и выше. Так себе, короче. Сенсорный слой. Тоже не без нюансов. Я вообще обожаю слово нюанс. Так много в нем, прям, емко. Короче, есть нюанс по сенсорному слою. У OnePlus 6 Pro он же 10T. Он же чудо оповское. Заявляют 720 Гц и до 1000 Гц даже в некоторых тайтлах. Но дело в том, что 720 и 1000 Гц, они только в 7 играх. У них на официальном сайте типа пишут 720 Гц, 1000 Гц. И ты такой, вау, круто, буду играть с высокой отзывчивостью. А там маленькая приписка, типа цифра какая-то. Мотаешь вниз сайта и там написано, ну вот, типа, 7 игр, где мы это реализовали. И то как они реализовали? Видимо, только в китайских сборках. Потому что заявляется для Brawl Stars 720 Гц. А на деле в глобальном сборке из Play Market 360 Гц только. И прикол в том, что вообще в игре 360 Гц может быть только в том случае, если вы добавите эту программу в игровой раздел. Если не добавите, забудете, и она автоматически туда не залетит, у вас будет 120 Гц. В интерфейсе 120 Гц. Очень странно. То есть, ну я не знаю. У вас высокая герцовка, вы что-то где-то как-то отрубаете, что-то как-то нужно включать. Где-то это не работает вообще. Но что такое вообще? Смартфон нюанс в целом. С железом тоже здесь очень прикольно. Snapdragon 8 Plus Gen 1. Заявляют они, что это самый лучший OnePlus для игр. Самый-самый. В Genshin Impact даже график приводит. Там типа 59 FPS или около того. Максималочка. В долгую. Типа вообще без просадок. У нас крутая система охлаждения. Там тысячи квадратных метров площадь. Всяких тут слоев и так далее. Но на деле что? На деле, кстати, графики троттлинга очень неплохие. Смотрите. С минимальными просадками. По GPU так вообще круче даже, чем Xiaomi 12T Pro. Я смотрел на этот график, офигевал. В смысле, думаю, после прогона у вас там 9500 всего-навсего. Это же круто. Но первые тревожные звоночки на самом деле даже в этом графике есть. Не все заметили. Я тоже сначала не заметил. Смотрите, друзья. У него, в принципе, зеленая почти прямая линия. Классно, хорошо. Троттлинг минимальный. Такое можно сделать было бы в этом. Ну и в принципе, да, троттлинг-то минимальный. Но! Почему здесь 358 максимальное значение? Snapdragon 8 Plus Gen 1 в хорошей реализации должен показывать на 100 гипсов больше. То есть, Snapdragon 8 Plus Gen 1 в реализации OnePlus 8 Pro задушен. Существенно задушен. И вот я недавно перегонял, кстати, в том же самом режиме. Игровой режим, там, производительность все настроена на максимум. Вообще, падение было 265. Ну, что-то такое, да? Но главный прикол, друзья, не в графиках троттлинга, а в реальном поведении этого телефона в игровых задачах. Смотрите, Brawl Stars до 120 FPS. И, в принципе, если ты играешь полчаса в Brawl Stars, эти до 120 FPS и будут с небольшими просадочками, но FPS будет хороший, четкий. Однако, если телефон прогреть какой-то другой задачи, никаких 120 FPS здесь не будет. И я очень скоро это продемонстрирую. Нам в этом поможет Genshin Impact. Максимальная графика. Показываю. Да, телефон я перезагружал, когда применял эти настройки. Естественно, потому что я играл не раз на этом телефоне. Запускаем FPS. Да, вот такой вот игровой разделчик. Так, у OnePlus 8 Pro в состоянии системы. Вот FPS выявился. Делаем игровой режим Pro. Самый, типа, игровой режим. Да. И, смотрите, пока у нас 50 FPS. Что так мало? 47. Ну, короче, до 60 должно быть. Видимо, он немножко уже прогрелся. Еще оставляем минут на 20. И посмотрим на реальную сущность OnePlus 8 Pro как игрового решения. 20 минут прошло. Температура спереди. 43 градуса почти в серединке. 42. Внизу 39. Ну, более-менее равномерно распределилось. Сзади 39. Здесь 40. 38. В общем, он не горячий. Это факт. FPS какой получается? В городе здесь без боя. 44, 47. Ох, что-то под фриз был такой хороший. 48, 43. Наша традиционная локация, где мы демонстрируем поведение телефона во время боя. 46. Ой, тяжело ему. Прям чувствую, что FPS теряется. Здесь нет реальных 47, 45. Ну, так, по ощущениям. Ой, 33. А что так плохо-то? Почему так плохо? 36. Так, ну-ка, давай-давай-давай. 45. Так, вон, Razer не вкачанный нифига, недавно упал. 43, 46. Ну, играется. Но это как бы не то, что я ожидал. На что рассчитывал, глядя на маркетинговые материалы OnePlus, где они там лечили нам, что это самый лучший OnePlus для игр, что он там 60 стабильно держит. Не знаю. Может быть, он и держит 60 стабильно. Там какая-то приписка странная у них на Genshin Impact Edition. Будто бы 810p. Что-то там какая-то доп. оптимизация на Genshin Impact Edition. Такое ощущение, что там дикое разрешение уронили, как-то, я не знаю. И поэтому высокий у них стабильный FPS получился. Я не знаю. Вот здесь конкретно, на этом телефоне, нет никакого стабильного FPS под 60. Вы сами видите. И на старте, когда я только запустил эту игру, и сейчас. Есть какие-то неприятные поддергивания, рывки. Ладно бы стабильно это 45 было 50, но тут какие-то подфризы есть. Они хвастаются, что там какая-то есть игровая оптимизация дополнительная. Какие-то фреймы там стабилизируются и так далее. Я думаю, что это все через одно место сделано. И от этого игровой процесс удовольствия не приносит. То есть играется, окей. Но это точно не самая лучшая реализация Snap 8 Plus Genshin 1, что нам встречалось. Самое обидное, друзья, это то, что телефон, когда прогрелся, он уходит в какой-то странный режим, энергосберегающий. Какой-то, я не знаю. И те игры, которые хорошо шли на холодную, они начинают идти плохо. Вы помните, я показывал Brawl Stars до 120 FPS. Вот, пожалуйста. Мы видим 45 FPS здесь. 46, 50. Это то же самое, что было у OnePlus 10 Pro в начале года. Мы обозревали. Там тоже какая-то ерунда была с FPS. Очень плохо. Вот, ощущается персонаж прям стрёмненько. Он такой неотзывчивый. FPS такой странный. То есть вот эта вот их оптимизация, действительно какая-то, повышающая стабильность, она ужасна. Она портит весь игровой процесс. То есть стало намного хуже, чем было до прогрева. Ну, даже в FPS, видно, в 2,5 раза упал он. Почему он упал в 2,5 раза? Почему ограничение 50 FPS сейчас? Что это вообще такое? Почему у них 60? Некоторые телефоны, да, они перегреваются, но ставят вам 60. А тут почему он 50? Ну, что это такое вообще? И вот после этого они будут говорить о том, что этот телефон годится для игр. Впечатления об игровых способностях этого телефона у меня очень смешанные. С одной стороны, знаете, они заявляют крутые игровые способности. Вроде бы всё здесь из железа для этого есть. И экран с высокой герцовкой, и с быстрым тачем, да. И Snapdragon 8 Plus Gen 1, и вроде охлаждения какое-то сюда засунули, продвинутые, но много слоев. И даже у них есть специальная версия этого телефона. Genshin Impact Special Edition, что-то такое там, такая большая коробка. И мне очень понравилось, что там озвучка интерфейса игровым персонажем. Будильник, например, очень забавный. Ну, реальность такова, что для игр этот телефон создан постолько-поскольку. То есть он для тех, кто не рубится в игры. То есть он как бы игровой, но не для тех, кто в игры тяжело играет. Прикиньте, каламбур какой, да? Какие-то простенькие тайтлы можно гонять, да. Но пока ты не доводишь это всё до состояния перегрева. Там на зарядке не играешь что-то долго, какую-то игровую сессию делаешь. Потому что тогда с герцовкой случаются вообще странные вещи. Ну, то есть, Бравл Старс, ну как можно угробить Бравл Старс, да? Ну, как бы 45 фпс со сквиком кидать эти пузыри от себя, отрывать. Ну, как, что-то, что-то грустно. В общем, у меня не находит слов даже. Видите, у меня язык заплетается. Я не знаю, как это без матов прокомментировать. Вот. Если не рассчитывать на какие-то крутые способности этого телефона с точки зрения игр, то вам он зайдёт. То есть, повседневное быстродействие в интерфейсе там, оно не чёток. Но пока, конечно, ты не будешь напрягаться насчёт того, что герцовка то 60, то 90. Короче, ладно. Я пытался его защитить, я не смог. У него всё не очень и по герцовке, и по железу по игровому. Я пытался. В общем, с ПО у него беда. Если по железу, да, всё-таки, ладно. По железу здесь всё хорошо, то вот реализовано всё не очень. Прошивка так себе. Когда он вышел? Давно вышел. Я думаю, что на Color'е дела всё-таки обстоят получше. Вот у меня такое вот что-то ощущение, чем на Oxygen'е. А если как бы на Oxygen'е ничего не лучше, чем на Color'е? Ну, камон! Это же прошивка ориентирована на запад. Почему в Google Photo у нас 60 Гц? Ну, это вот да. Оптимизация какая-то дополнительная на Oxygen'е? Нет. Переходим к камере. Камер здесь 3 штуки. Состав забавный. 58.2. Вы примерно понимаете, что ожидать от такого состава. Основа Sony IMX 766 с оптической стабилизацией изображения. Это очень хорошо. Ультраширик без автофокуса, 8 мегапикселей. И заглушка 2-мегапиксельная для чего-то. Я в последнее время даже не читаю, для чего они эти дополнительные 2-мегапиксельные, там, 0,08-мегапиксельные сенсоры. Да фиг поймёт для чего. Не интересно. Ну, так вот, как вы поняли, здесь можно говорить только об основной камере. Она здесь очень даже неплоха. То есть, шутки шутками, но мне понравилось, как фотографируют этот телефон. Это не первый OnePlus Sony IMX 766. Это такой середняковый сенсор. Но вместе с оптостабом и вместе с алгоритмами правильными, мы можем надеяться на очень даже приличный результат. И этот очень приличный результат OnePlus 8 Pro, он же 10T, вполне себе выдаёт. Что при хорошем освещении, что в помещении, что даже вот в ночных сюжетах каких-то. OnePlus говорит, что у телефона минимальная задержка по обработке кадров. Но я не готов это разделить. Мы сравнивали Xiaomi 12T Pro против OnePlus 8 Pro в одних сюжетах. И даже в обзоре 12T Pro показывали. Вот, повторяем вам. 12T Pro пошустрее обрабатывает кадры, чем OnePlus 8 Pro всё-таки. Хотя у Xiaomi 200 мегапикселей, да? А здесь 50. Про ультраширик что хочется сказать? Ну, у него большой угол, да? Большой угол, и на этом его плюсы заканчиваются. 8 мегапикселей, разрешение не слишком большое, поэтому вглядываться не имеет смысла. Там будут шимы, там будет низкая детализация. Автофокуса нет, соответственно, ближние планы вы не снимете. Какие-то интересные сюжеты тоже. То есть, у вас просто пейзажная камера. Да, или в помещении что-то снять. Параллельная съёмка на OnePlus 8 Pro, он же 10T и Xiaomi 12T Pro. Он же... Он же просто 12 Pro, по-моему. 4K 60 FPS. Оба не могут переключаться в таком режиме на ультраширик. Только основа. Данечка, как дела? Отлично. Тоже у меня. Отлично. Так. Ну, давайте пробуем цифровой зум. Вон, на ту хижину. Шестикратный у Xiaomi. И ух, какой. Десятикратный у OnePlus. Шестикратный сейчас там и там. У кого детализация выше, оцените. 200 Мегапикселей. Против 50, по-моему. Я что-то не помню. Назад. Держу. Та-дам-та-дам-та-дам. Такие дела. Зимний пример видео на OnePlus Ace Pro. 4K 60 FPS. Держу в одной руке, а потому что в Сибири зимой в одной руке снимать видео, это правильно. Да. Ой, видели, как кинематографично голуби полетели. Ой, еще летят. Вау, как в фильме. Ну, вот так. Оцениваете все. Светопередачу, звук, стабилизацию. Ну, как-то нормально вроде. Оригиналы, фото и видео. По ссылке в описании. А пока еще давайте фоксировочку. Затесим. Вблизи, вдаль, вблизи, вдаль. Про видеокамеры отмечу следующее. Мне понравилась видеосъемка на OnePlus Ace Pro. 4K 60 FPS снимает динамично. Автофокус быстрый, шустрый. Стабилизация, если не поворачивать камеру резко, очень эффективная. Ну, а когда поворачиваешь, то есть неприятные рывки. Но, в принципе, если снимать что-то статично или даже идти не спеша, очень хорошо отрабатывает гибридная стабилизация. ОС плюс Ace. Цветопередача на видео, конечно, не совсем точная. В сравнении с Xiaomi 12T Pro, я думаю, вы заметили, что, ну, совсем разные у них цвета. И брал как раз-таки там Ace Pro. Но если не сравнивать впрямую, то ролики с OnePlus Ace Pro смотрятся вполне себе симпатичными. Оригиналы фото и видео по ссылке в описании. А выводы? OnePlus Ace Pro 10T. Что я думаю о нем? А думаю я, что на старте этот телефон стоил слишком дорого. За него просили больше, чем за OnePlus 10 Pro. Он на старте продаж был дороже OnePlus 10 Pro. Дичь, конечно. Сейчас он подешевел. Падение составило тысяч 20-25. Существенно вообще рухнул. Сочувствую тем, кто купил его на старте продаж. Собственно, и себе тоже. Да. Ладно. Из плюсов что вот за эти деньги вы получаете? Это однозначно очень неплохая основная камера. Это неплохие видеовозможности. Ну, классно пишут фото и видео. Без преувеличения. Мне понравилось. Это быстрая зарядка. Классно. Это хорошая автономность. Это свежее железо. Ну, как ни крути все-таки. И много памяти в базе. У телефона хватает минусов. У него есть много нюансов. Повторять я их не буду. На протяжении ролика то и дело их озвучивал. Если для вас эти особенности негативные критичны, то, соответственно, этот телефон не для вас. Если они не имеют для вас значения, то его положительные аспекты я упомянул. Да, телефон не без минусов, но и плюс у него тоже имеется. За 30, 32, там 35 тысяч можно вполне себе рассмотреть. Какие альтернативы можно рассмотреть для OnePlus и S Pro? Их на самом деле немало. Xiaomi 12T Pro, как вариант. Свеженький который. Он будет получше, я думаю, в совокупности. Ну, он и подороже, кстати. Это Realme GT2 Master Explorer Edition. Он тоже, мне кажется, лучше, чем S Pro. Если хотите что-то для игр прям супер дешевое, Lenovo Legion V70. Он даже дешевле будет, чем этот телефон. У нас есть обзор на канале Legion этого. Посмотрите обязательно и просто сравните с тем, что демонстрирует телефон. Ну, все станет понятно. А этот OnePlus S Pro, ну, ничего такой. Вот. Но, конечно, допилить бы его напильником. А так вот, ну, не знаю. Короче, своих денег, наверное, стоит, но не более того. Где его можно купить на Алишке? Я уже сказал, ссылка будет в описании. А где можно купить в России? Ace Pro с чехлом. Тоже даю наводку. В гаджет-лавке. В гаджет-лавке OnePlus Ace Pro вроде бы вот на момент съемки видео этого еще есть. С чехольчиком. И по очень привлекательной цене. А лучшей в России цене из наличия. Ссылка в описании. Пишите, что вы думаете об этом телефоне в комментариях. С вами был Евгений, мой был Telephone.ru. Пока-пока. Биал как-то показал. Пока-пока. И скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok